На это почетное место мы сегодня усадили художественного руководителя музыкального театра Новосибирско-заслуженного артиста Российской Федерации Леонид Михайлович Кипниса. Доброе утро! Доброе утро! Очень мы вас ждали. Мы вас уже поздравляем заранее с наступающим днем рождения. Театр 2 февраля празднует. Мы посчитали 59, правильно? Да, 59 это в этом году. На следующий год, как вы понимаете, будет юбилей, на который я вас приглашаю вместе с вашими радиослушателями. Мы все вместе и придем. Да, ради бога, пожалуйста. Все двери для наших зрителей всегда открыты. Ну, вообще, есть какие-то традиции празднования 2 февраля? Я бы даже сказал, в 20 веке, в 21-м, вот как-то... Ну, на такую большую перспективу мы всегда рассчитывали, потому что у нас театр сначала был театр музыкальной комедии, сейчас музыкальный театр, то есть мы движемся в 21-е очень активно. А традиции, конечно, у нас все время происходят какие-то мероприятия не только на сцене в этот день, но и в фойе. И в этот день, 2 февраля, у нас тоже будет большой театрализованный такой праздник, вокальный праздник, музыкальный праздник, который будет проходить в фойе силами наших артистов, которые замечательно будут в такой интерактивной игре работать с нашими зрителями, петь для них, выступать для них. Я думаю, что всем очень понравилось. Может быть, был какой-то день рождения, который вам запомнился больше других? Какой-то случился, ну, такой прям невероятный перформанс? Наверное, это был какой-то из юбилеев, может быть? Возможно. Но дело в том, что мы работаем в театре, и у нас практически каждый день это праздник. Понятно. И этот праздник мы устраиваем не только для себя, но и для наших зрителей, которые к нам с удовольствием ходят. Ну, а что касается нас самих, то мы все-таки стараемся и дистанцироваться от этого праздника. Как вот вы меня посадили на пятый ряд, четвертое место, сами того не предполагаю, что в театрах, и не только в нашем, принято такое негласное правило, ближе пятого ряда свои собственные сотрудники не садятся. То есть тем, чтобы вот немножко чуть отстраненно смотреть то, что происходит на сцене, и не пугать собственных артистов. Но мы и не театр-то. Ну, тем не менее, радиотеатр это тоже большое слово. Ближе пятого, это же включительно, я так понимаю, мы попали, все нормально. Ну да, вот тут как-то на грани. Но есть уже какие-то мысли по поводу юбилея? Общались с коллегами, уже придумали что-то грандиозное? Ну, это я думаю, что будет большой концерт, потому что все-таки хочется показать. Показать, конечно. У нас собственная сцена, поэтому все в театре. Я думаю, что не только опять же в театре, но я думаю, что это и во всех, скажем так, театральных помещениях будет, и может быть даже и на крыльце будет, хотя это все-таки февраль, это не лето. Что обидно, потому что мы, я вам потихоньку так по-свойски скажу, что вот, допустим, когда нам предлагают взять в аренду наши ступени нашего театра, но преимущественно летом, то называют вашу малую сцену. Мне это ужасно приятно. Да, классно. Потому что ступени нашего театра уже выступают в качестве малой сцены. Но, к сожалению, в этот февраль у нас на малой сцене, на нашей, мало что получится, слишком много снега. Ну, я бы даже сказал, что 60-летие театра, музыкального театра, это праздник вообще Новосибирской всей области, потому что, ну, это одна из визитных карточек Новосибирской области, что уж там говорить. Куда более... И я бы пошел даже дальше, потому что это праздник вообще всей России. Всей России, да. Потому что в России наш театр очень известен, очень популярен, и, например, в апреле мы собираемся ехать на фестиваль «Золотая маска», и мы имеем самое большое количество номинаций. Восемь, кажется, да? В нашем жанре восемь, да. Восемь, да. Это вообще, да. По сравнению со всеми другими, и московскими, и региональными театрами. Ну, куда более близкое событие к сегодняшнему дню, кроме юбилея, кроме «Золотой маски», это близится премьера у вас в марте. Расскажете? Конечно. Ну, наверное, все хорошо знают, особенно те, кто любит читать, то, что Бернард Шоу написал в свое время такую прекрасную пьесу под названием «Пигмалион». Потом она была экванизирована, она оставилась во многих драматических театрах. А композитор, американский композитор Лоу создал мюзикл под названием «Моя прекрасная леди», «Майфер леди». И вот этот мюзикл тоже имел грандиозный успех, потому что главная героиня, которая все время стремилась, так сказать, попасть в какое-то такое привилегированное общество, уйдя от того, что она была все время продавщицей фиалок, она все время пела. И пела то, что потом напевали на многих улицах молодые девушки. Песня звучит так «Я танцевать хочу». И вот это «Я танцевать хочу» – это стало девизом вообще многих наших артистов, которые тоже с удовольствием готовы и станцевать, и спеть главную роль в этом спектакле. Кто ставил? Во-первых, спектакль еще ставится. Еще ставится. Мы еще не выпустили. Вот когда мы уже покажем премьеру, тогда совершенно определенно вы можете сказать, кто ставил так это, чтобы вы знали. Будет ставить это питерский режиссер Сусанна Цирюк, довольно известный режиссер. Совсем в прошлом году она у нас поставила спектакль «Фан-Фан-Тюльпан». То есть не впервой с ней работает? Не впервой. Мы с ней нормально работаем. Наши артисты с удовольствием с ней работают. И я думаю, что это будет очень зрелищный музыкальный спектакль. Тем более, он не будет идти чисто по канону «Моей прекрасной леди», потому что название у него будет «Наш Пигмалион». И в этом тоже определенный скрыт смысл, потому что это уже такой немножко игровой ход предполагается. И здесь, в этом нашем Пигмалионе, я думаю, примут участие даже наши зрители. Музыкальные театры в нашей стране, их, наверное, же не так много. В каком-то таком братстве, что ли, не знаю, в Союзе. Ведь и режиссеры приезжают к нам в Неновосибирске, и наши режиссеры, видимо, тоже. Вот как это происходит? Существует ли какая-то общность музыкальных театров в нашей стране? Ну, как правило, каждый большой город, он предполагал наличие не только драматических, не только детских, не только кукольных театров. Но в первую очередь театров, связанных с музыкой. Это могли быть и театры музыкальной комедии, могли быть театры оперетты, музыкальные театры, оперные театры. Все, что связано с музыкой, включало в себя понятие музыкальный театр. И, конечно же, в России многие города обзавелись такими музыкальными театрами, хуже, лучше. Но, по крайней мере, они в этом городе наличествуют и показывают то, на что они способны и чем готовы гордиться. Что касается нашего театра, то наш театр вот такой без ложной скромности, без квасного патриотизма. Скажу, что входит в тройку, наверное, лучших театров России в своем жанре. Жанры все-таки музыкальной комедии, оперетты, мюзикла. Потому что мы имеем очень большую и славную историю участия в национальном театральном фестивале, который не так просто попасть. Это целая большая история с тем, чтобы тебя приехали, посмотрели спектакль, отобрали и так далее. А что касается вот того объединения, о котором вы говорите, союз ли, братство ли, то у нас в России действительно это есть подобное объединение. Называется оно Ассоциация музыкальных театров. И там существует даже правление этого совета, этой музыкальной ассоциации. Ваш покорный слуга один из членов этого совета, у нас совсем там немного. И это позволяет нам как-то координировать вообще работу, общую работу, сотрудничество между музыкальными театрами, в том числе и создание, и проведение разных фестивалей. Вот совсем недавно, буквально осенью, мы проводили фестиваль, который называется «Видеть музыку». Обратите внимание, название нетрадиционное. То есть музыку не только слышать, но и видеть. Мы проводили этот фестиваль в Москве, где принимали участие очень многие театры. И очень приятно, что по итогам этого фестиваля, значит, несколько особо выдающихся артистов России были призваны получить такую достаточно знаковую премию, знаковый символ. Это премия под названием «Легенда». И в нашем театре, их всего в этом фестивале было четверо, и в нашем фестивале, значит, в нашем театре эту премию получил народный артист России Александр Тимофеевич Воскребенцев. Мы теперь, когда его видим, говорим, да, не иначе, как легенда. Можно ли с легендой рядом постоять? Согласны, да. И это, конечно, его воодушевляет, и нам приятно. Если вернуться все-таки к нашему музыкальному театру новосибирскому и ко дню рождения, 59 лет это много, из них сколько лет вы с театром? Я довольно много с нашим театром, больше 20 лет. Вот давайте возьмем за основу наших рассуждений именно тот срок, с которым вы сотрудничаете с театром, или, как принято говорить, у актеров служите в театре, правильно? Вот за ваш опыт театральной жизни в этом театре, что изменилось? Такие самые знаковые, можете сказать, какие-то рубежи, что ли? Понятно. Ну, прежде всего, изменилось само здание. Потому что за те годы, что я как бы работаю в театре, служу, как вы выражаете, все-таки нам, и не только моими собственными усилиями, но и усилиями моих коллег, удалось сделать интерьер нашего театра и вообще наш театр самым уютным. Это правда. Если вы были у нас в театре, то увидели, что сейчас удивительно красиво, стильно, и зритель, только переступая порог нашего театра, уже попадает в атмосферу, скажем так, с одной стороны праздника, с другой стороны комфорта. И все это выдержано в определенном таком стиле, в котором выдержано наше здание, а наше здание выдержано в таком, так называемом, подчеркиваю, так называемом стиле русский ампир. Вот это, конечно, псевдоампир, но тем не менее. И мы постарались воссоздать этот, не только экстерьерный, только фасадный интерьер, именно в этом стиле русского ампира. И поэтому, попадая в театр, зритель чувствует, что он попадает в какую-то дворцовую атмосферу. Но там сейчас все прекрасно, я думаю, в планах какого-то ремонта капитального, наверное, нет. Ну, вы знаете, есть более грандиозные планы, это построить новое здание, театр. Есть, есть, такие планы, несколько лет. Да, и достаточно много обсуждались, потому что, конечно же, само здание очень маленькое, и не позволяет нам в полной мере соответствовать вот по помещениям, по работе, тому, скажем так, смыслу, который должен нести вот этот бренд Новосибирский музыкальный театр, потому что должно быть большое здание с большими помещениями, комфортными помещениями. С большими техническими возможностями. С большими техническими возможностями, потому что вообще музыкальный театр предполагает колоссальные технические возможности. И это не только свет и звук, которые активно участвуют в создании спектакля, и которые даже здесь у вас присутствуют, в вашей студии «Свет и звук», но и разного рода механизации сцены. Это и кунжера, это подъемные площадки, это штанкетные ряды, да это и многое другое, что создает комфорт при проведении спектакля. И поэтому, конечно же, за те годы, что я работаю, многое изменилось. Но самое главное изменилось то, что театр сейчас очень хорошо знают. Они знают не только в Новосибирске, а даже более того, знают в России. Может быть, даже бывает обидно, что в России его знают больше, чем в Новосибирске, но, вы знаете, у нас всегда в России существовала такая пословица, в своем отечестве пророка нет. Так вот, в качестве пророка нам не однажды приходилось выступать в разного рода фестивалях, в том числе и в Москве, и мы понимали, что какие-то торные пути мы сами открываем, и по этим путям за нами начинают следовать другие малоизвестные театры. Здорово. Ну, а завесу тайны вы не приоткроете, где бы вам лично, может быть, хотелось, я так догадываюсь, что еще, наверное, не утверждено и не решено, где построить новое здание. Да вообще в какой стадии вот этот вопрос? А вам хотелось бы где? Он актуален, то есть он на повестке дня? Ну, вы знаете, у нас же всегда чего-то не хватало. Как говорится в нашей оперете, летучая мышь всегда какого-то пустячка не достает. Так вот, этот пустячок у нас всегда был одними темы, не хватало денег. И когда у нас случился кризис, вы знаете, что у нас случилось? И, конечно же, возник вопрос, что не хватает денег, и не хватает денег намного. И, конечно же, уже не первый раз отодвигается вопрос о новом здании музыкального театра. Опять же, не в первый раз создан уже макет, причем, вернее, эскиз, рабочий проект нового здания театра. Но, опять же, требует уже пересмотра в плане того, что денег по-прежнему нет. Мне вот интересно просто географически, где бы оно прерасполагалось, потому что новое здание, постройка, это же не подразумевает снос старого, правильно? Мы подразумеваем. Это историческое место. Потому что, я вам скажу, дело в том, что, ну, во-первых, у нас замечательное место. Это здание находится в Центральном парке, и это тоже уже золотое само по себе место. Это трудно нам вообще представить, Центральный парк без музыкального театра. То есть это вот, ну, как близнецы братья. Совершенно верно. Мне тоже трудно представить, и поэтому, когда мы отстаивали место расположения нового здания, то, конечно же, речь шла только об этом месте. Мы планировали снести это здание. Почему снести? Как бы мы хорошо его не оборудовали, как бы хорошо не оснащали и не ремонтировали, тем не менее, это здание строилось как летний парковый кинотеатр. Со всеми, да, вытекающими отсюда, скажем, недостатками. Потому что это и стены в полтора кирпича выложены, это и ленточный фундамент, который под нашим зданием находится, это отсутствие во многих очень вспомогательных помещений. Поэтому планировалось сначала создание двух очередей этого нового театра, музыкального театра. Рядом должен был буквально впритык строиться большой театральный зал. И после того, как он был бы готов и начал бы работать уже автономно, сносилось это здание летнего паркового кинотеатра в прошлом, и строился бы малый театральный зал со многими цехами, со многими службами. И не смотрите на меня так грустно. Мне тоже грустно всегда бывает что-то сносить, но меня всегда обнадеживает то, что впереди у нас должно быть обязательно светло. Безусловно. Игорь Михайлович, вот еще что хотелось бы подчеркнуть, и это должно остаться, близкое соседство музыкального театра со стадионом «Спартак», который находится не так далеко. Мы в преддверии турнира по футболу между командами театров Сибирской столицы, Новосибирска. Команда музыкального театра славится своими футбольными успехами. Да, безусловно. И у нас ребята славятся вообще тем, что они очень любят заниматься спортом. И они любят заниматься не только мини-футболом, но и большим футболом. Как хватает сил просто, я не понимаю. А это определенное, скажем, переключение. Вот именно с того, что вы сейчас схватились за голову, с того, что хочется делать руками, ногами и вообще всем телом, бегать по полю, пинать мяч, и совершенно выключить голову из того состояния подготовки, репетиционного процесса, который все время так или иначе является главным доминирующим способом действия наших артистов. Но где как не в театре все тело задействуешь? Да, совершенно верно. Поэтому нашим артистам гораздо подручнее, подспуднее заниматься спортом. Совсем недавно наши артисты делали такую выездную, скажем так, сессию, выездную командировку в лес. Катались на лыжах и получали от этого колоссальное удовольствие. И фотографии, которые после этой поездки остались, лишь демонстрируют вообще тот задор и артистический, и молодой, и просто эмоциональный, который есть у наших артистов и которыми они готовы делиться с нашими зрителями. Остается пожелать вам, как говорится, успехов в творчестве, труде и спорте в данном случае. И с новым зданием тоже. Спасибо.